Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Мужик доказал, что неосуществимые мечты всего лишь оправдание и решил писать картины кровью. Кровавый художник не мог позволить себе краски, поэтому экспериментировал буквально со всем, что под руку попадается. Как-то раз вот он порезался и пошло-поехало. Главное подписи в углу аккуратно ставить. Свиньи затерроризировали жителей города Великобритании. Грубо одещавших свиней, которые сбежали с фирмы британского курортного города Силлот, графство Камбрия, затерроризировало местных жителей. По утверждению британцев, свиньи проворны, сильны и зловредны. По меньшей мере трех животных видели рыщущими ночью в поисках еды. Некоторые горожане боятся, что свиньи нападут на них, поэтому предпочитают не выходить из дома в темное время суток. Жительница Силлота Кэрол Блейк вызвала полицию после того, как встретила свиней во время прогулки с собаками. Три свиньи шли прямо на меня в полной темноте, мне удалось от них сбежать, рассказала она. Или страхи Великобритании. Эротические фотографии своих коллег рассылала обидчивая петербурженка. За это суд оштрафовал ее на 110 тысяч рублей. По данным Следственного комитета, женщина поделилась эротическими снимками своих коллег прямо в рабочем чате. Двое пострадавших подали на нее в суд и попросили за репутационный вред по 35 тысяч рублей. Обвиняемая признала вину и раскаялась негазаконом распространения сведений о частной жизни. Иски написаны ее коллегами удовлетворены, и женщине предстоит заплатить по 35 тысяч каждому коллеге, кто пострадал. Суд также назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Откуда у 55-летней жительницы Петербурга взялись эротические фото сразу двух коллег, неизвестно. По какой причине ей пришло в голову это сделать, тоже вопрос. Как корабль назовешь, так он и поплывет. На России из навоза слепили символ будущего года. Исходя из этого перспективы, россиян в новом году сомнительные. Заяц-кролик появился в якутском селе Уолба. В этот раз двухметровое творение из подножных материалов может стучать по барабану, видимо, для того, чтобы оповещать россиян в ближайшее тяжелых времен. Фекальный скульптор Михаил Бомпосов может гордиться. Он задал ту перспективу, которую заслуживает РФ. Питерский пенсионер по фамилии Соколов отрубил соседке голову топором из-за сказанного ею замечания и сослался на паранойю. В квартире на улице машиностроителей в Тихвине было найдено тело 43-летней женщины. Ее голова была полностью отрублена, а на теле множество ножевых ран. Сосед жертвы, 68-летний мужчина по фамилии Соколов, являющийся постоянным гостем психоневрологического диспансера, убеждал повицейский, что та якобы следила за ним и хотела довести его до инфаркта. По предварительным данным, соседка зашла к нему, чтобы сделать замечание. Пенсионер ответил агрессивно и напал. Позже он сообщил, что специально подкараулил соседку у своей двери, выскочил и начал избивать ее металлическим прудом. Мужчина затащил женщину в квартиру, там жертва предположительно потеряла сознание и отрубил ей голову топором. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. С места изъято три топора и несколько ножей. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.